В общем, размер меня впечатлил. Патерианский стиль, винтажный. Я сама винтаж. Что ты же говоришь? Вы только посмотрите на это. Вот чем это не платье Гучи? Как мне можно руками, например, машину водить или просто, например, кушать? О, это все в китайске. Я надеюсь, что мы не подходим к коронавирусу. И вишня на нашем торте. Зеленый замшевый брючный костюм. Пойдем сегодня в секонд-хенд. Я один раз вас брала в секонд-хенд. Ну, это видео как-то не очень смотрели. Но там был такой секонд-хенд, знаете, маленький такой наш локал, не очень большой. И там вообще... Меня видно вообще? Я так из-под руля тут снимаю. Я просто как-то так расположила телефон, чтобы было удобно. Короче, идем сегодня в секонд-хенд. Это такой большой-большой-большой секонд-хенд. В Канаде есть несколько вариантов. Есть несколько сетей секонд-хенд. Один из них называется Valley Village. Вот в него мы сегодня пойдем. Есть еще какие-то. Я сейчас так вот не вспомню, знаете. Но есть разные. Мы пойдем в этот магазин в моем городе открылся недавно. Я в нем никогда не была, ни разу не была. Я надеюсь, что нам удастся что-то померить. Он очень большой. И мне просто интересно сходить и взять вас с собой. Это я пытаюсь сейчас подруляться, чтобы у меня было офис. Вот. Короче, все. Выхожу из машины и пойдем. Огромный сейчас совершенно магазин. Детают размеры. Здесь всякие вазочки, утварь. Здесь одежда. Там дальше обувь, сумки. Пойдем сейчас я посмотрю. Интересненькое что-то. Ну, в общем, размер меня впечатлил. Может, мы что-нибудь здесь найдем интересное. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, мы практически в полевых условиях. Примерщина такая крошечная. Я прижалась к самой дальней стенке. И я вот даже все не влезаю в свой полный рост. Но я буду стараться мерить и вам показывать. Но очень трудно это сделать. Можете как-нибудь развернусь сейчас. Сейчас я вот так боком встану. Боком. Я прошу прощения, что я тут так суетливо мельтешусь. Я просто пытаюсь найти такой ракурс, чтобы вам было видно. Ну, в общем, наверное, вот так я буду снимать. Зеркало большое, широкое, но очень узкое, примерщины. Поэтому сложно. Ой, помада на подбородке. Очень красиво. Хорошо. Значит, я сейчас покажу, что я понаходила. Тут не могу сказать, что у меня уж такая великая добыча. Но тем не менее, кое-что я нашла. И сейчас мы померим. Ну, ладно, мы не для... Мы поделась здесь. Я, кстати, сегодня, видите, тоже одета такая вот, как будто под винтаж. Ну, то есть, такой викторианский стиль винтажный. Я сама винтаж. Что ты уже говоришь? Помните эту юбку из моего винерса? Я купила за 5 долларов. Свитер из Зары последнего сезона. На сейле долларов за 12 купила. Времени помню. Сапоги тоже из Зары. Ну, хорошо. Давайте я вам буду показывать, что у меня тут. Во-первых, 3-4 свитера. Начнем, значит, 2 свитера Кошемировых. Вот этот свитер стоит 7 долларов. Pure Cashmere. И вот этот вот свитер. Очень красивый, сиреневый цвет. Он тоже стоит 7 долларов. И он, видите, написано. 100% Cashmere. Это 2 свитера. Следующий свитер из Банана Репаблик. Это у нас такой магазин есть. Очень неплохой. Я посмотрела его состав. Он на 50% махер, 50% шерсть. Этот свитер из Эйченема. 7 долларов. А, вот этот стоит 7 долларов. Этот тоже стоит 7 долларов. Но он синтетика, наверное, я не знаю. Проверь. Ну, если из Эйченема, то, скорее всего. Мне просто понравился его цвет. Между прочим, этот свитер, чтобы вы понимали, хоть он Эйченем. Сейчас я вам покажу. Вы удивитесь очень. Смотрите, что здесь написано. 50% махер, 28% шерсть и 22 акрилик. То есть, он не такой уж и ужасный. А потом я нашла... Слушайте, платье это чисто Гуччи. Вот оно стоит 11 долларов. На нем нет никаких этикеток. Это странно. Но это просто Гуччи. Самое настоящее платье Гуччи. Я еще посмотрю, там, что внутри. И вот это вот я нашла просто черную юбку. Я не знаю, что в нее врезала какая-то маленькая. Такая шелковая, просто черная юбка. 110 долларов. Бренд тоже оторван. Такая дверевая. У меня еще снаружи осталось пальто. Костюм замшеба, брюки и пиджак. И не пальто, а такой кейп, знаете, накидка. И еще один пиджак. С такими красивыми рукавами. Мне не дали взять все. Здесь можно только 6 вещей с собой приносить. Поэтому, как бы, я оставила это. Но я потом принесу и вам покажу. Окей, давайте будем мерить. Посмотрим, что к чему и что и как. Что почем. И что подходит, что нет. Окей, давайте будем мерить. Это старуха из ЧНМ розовенький. Который там с шерстью, махера и все такое. Очень приятный. Слушайте, на самом деле он очень хорошо сохранился. Он такой как новый совершенно. Я оставила свою юбку, потому что он даже по цвету подходит. И, ну, клюм свитер. Красивый цвет. Очень приятный на ощупь. Прямо... Могу никаких претензий к нему подъявить. Серьезно, очень неплохой свитерочек. Ничем же он плох. Ничем. Только тем, что он на ЧНМ. Но у него очень хороший состав. Для ЧНМ вообще шикарно. Так, следующий свитер. Он на половину махера, по-моему, на половину шерсти с Banana Republic. Вот эта вот юбка в голевом стиле я померила. Юбка 110 долларов. Совершенно непонятно зачем. Она совершенно... У нее даже отрезана этикетка. У нее как бы нету бренда. Очень понятно, что. А свитер вполне прилично. Смотрите, красивая горловина. Красивая горловина, красивая горловина. Очень хороший цвет. Такой нейтральный. Абсолютно со всем его можно носить. Он абсолютно косимо подойдет. И вот с этой юбкой даже неплохо совсем. И он тоже очень приятный на ощупь. Такой мягенький. Прелесть просто чудесно. Так, еще один свитерок. Этот свитер Кашмирова. Очень мягкий, тоже очень приятный на ощупь. Но он такой немножко страватенький. Видите, тут растянут. Видно, что вы стирали, сушили. Вот здесь вот повисанной прищепкой схватили. И так повесили. И он вот так вот возил. Да. Ну, в общем. Но, в принципе, 100% кашемир. Мягкий, приятный. Страват, конечно, заношен. Ну, second hand. Здесь еще немного. Еще один кашемировый свитер. Обалденного цвета. Лилового такого. Очень такой гольфик с горлышком. Очень мягкий, очень приятный. Тоже немножко скатанный чуть-чуть. Ну, знаете, кашемир вообще скатывается. Он довольно такой нежный в носке. Вот. Но обалденный совершенно цвет. Очень хорошее качество. Очень достаточно неплохо он сохранился. Единственное, что немножко он скатался. Он, в принципе, как бы, ну, не страшный. Вот. Неплохо совсем. Вот. Удивительно мне, что столько кашемировых шестяных вещей. Вся контакте можно найти. И, в общем-то, за три копейки. Семь долларов он стоит. Семь, восемь. Ну, что такое. Очень приятный свитерок. Очень приятно. Красивый цвет. Действительно, очень красивый цвет. Вы только посмотрите на это. Ну, чем это не платье Гуччи? Она у меня немножко большой, потому что она у меня никаких этикеток. Я даже не знаю, что это за размер. Что-то болтается, как это. Этикет на булавке, не знаю. Оно в прекраснейшем состоянии. Оно совершенно как новое. Оно сильно, слушайте, красивое платье. И вот, почему я говорю Гуччи? Потому что я знаю, что Гуччи сделала что-то очень похоже. Вернее, это похоже на Гуччи. Не Гуччи сделала. Они сделали похоже. Но на нем нет никаких этикеток, ни одной бумажки, ничего. То есть, вы либо шили на заказ, либо что-то такое. В общем, щек блеска. Оно у меня большое. Сейчас я с поясом померю. Подождите, минуточку. Так, пояс у меня не подходит под цвет, конечно, сюда. Но если у него одеть пояс Гуччи, никто вообще не догадается, что вы платье не лучше. Опять грязное зеркало какое-то. Фу, почему мы такие грязные зеркала в мосте? Невозможно. Пытаюсь найти место в зеркале, чтобы себя снимать, чтобы не было зеркало замазанное и залипленное. Так, это накидка Кейт. Но это было очень модно в прошлом сезоне. 32 доллара у нас стоит. Тоже все оторванные этикетки. Не понятно, что мне просто интереснее померить. Я буду таким лесником в ней, наверное. Потом это такой жакет. Он страшно мятая подкладка. Но он, в принципе, весь страшно мятый. Мне понравились его рукава. Интересные. Стоит он 13 долларов. Он, кстати, с этикеткой новенький. Занзер коллекшн. О, это все китайский. Я надеюсь, что мы не подхватим к коронавирусу. Примеряю вещи из Китая. Но я думаю, что он уже тут давно сюда приехал. Намного раньше, чем начался коронавирус. Вот это, знаете, такой замшевый. Стоит он 25 долларов. Замшевый, пиджак и брюки. Чуть-то тоже я не помню, какой размер. Бренд такой Клео. Я знаю, у нас есть такой в Канаде. Мне просто стало интересно померить. Ну, так. Больше для развлечения. Вас и себя. Окей, давайте дальше мерить. Окей. Так. Ну что, прикольно же. Да, смотрите. Это же было так модно. Какой-то здоровый. Мне так жарко в нем. Он такой тяжелый. Ну, посмотрите, какая прелесть. Рукавок у меня не высовывается правильным образом. То есть вот. Ну, можно застегнуть. Здесь есть пуговица. Здесь еще такой шарфик приделал. Вау. Ну, просто я писк модный. Ну, просто на пике с вами. Платье Гуччи, накидка, кейп от Селин, по-моему. Кто их сделал? Клоэ, Селин, кто-то. Ботега. Я не специалист. Говорю какие-то глупости, наверное. Говорю то, что знаю. Слышно. Как-то можно вот руками, например, машину водить. Или вот просто, например, кушать. Или руки как-то наполовину внутри. Они какие-то такие, как пропичные куклы. Это неудобная вещь. Нет. Джачонка. С блестящими рукавами. И юбочка. Джак мне большой, поэтому я его одела с поясом. И вот тут я прикроюсь, потому что он такой расхристанный. А у меня совершенно нет ничего с собой. Никакой плосочки. Я что-то не взяла ничего. Сейчас минуточку я постараюсь как-нибудь его припоясать, чтобы он не так был раскрыт. Секундочку. Так, ну так немножко лучше. Я его не стала застегивать. Я просто так запахнула, знаете, с поясом ухлотилась, чтобы он не это самое, не расхристывался на рудях. Какие рукава. Прям вообще новогодний образ. Ну вот такой вот диджак. У тебя, конечно, прошло. Мам. Ничего сказать хорошего бронего. Считает бог весящего. Кроме рукавов блестящих. Ничего интересного в нем нету. И вот это все, конечно, такое китайское. Я вам показываю. Что принесла, то показываю. И вишня на нашем торте. Зеленый замшевый брючный костюм. Монохромный лук. Настоящая замша. Двадцать пять долларов. Последний виск. Мне понравились брюки. А главное, слушайте, он мне так подходит. Пиджак немножко великоват. Но брюки мне точно, слушайте, они хай-вейсты такие, видите? И они так на мне сели хорошо. Посмотрите. Видите? И по длине они мне хорошо. И по ширине они мне хороши. Ну, красота. И пиджак. Пиджак немножко широкий. Ну, в принципе. И рукава длинные. Но такой, знаете, красивый цвет. Вишний костюм же сейчас вообще виск был. В прошлом сезоне. В этом, наверное, остались. Прелесть какая. Ну, ну, неплохо же, да? Я надела надел с поясом. Он что, у меня широкий. Рухова длинная. Пояс, правда, не подходит. Но пояс подходит с сапогами, между прочим. Сапоги у меня такие бордовые, видите? И сумочка. Моя сумочка, которую я вам рассказывала, среди моих три сумка. Моя любимая сумка. Зар. Ну, вот так. Получилось на нас свое. Померила все, что вам показала. И, ну, смотрите, вещь интересная достаточно. Я имею в виду, что вот натуральные ткани. Кашемир, шерсть, замша. Фасоны. Ну, свитер-свитер, знаете. Вот костюмчик замша. Вообще, может сказать, список сезона. И накидочка такая. Кейп, пальто. Вот. Я не небольшой знаток сагангандов. Если честно, просто хотела вас пройтись, посмотреть с вами, померить. Показать вам, чтобы, может быть, что-то, что-то другое. Что-то не Зара, не Масима Тути, а какие-то необычные вещи. Все, ребята, пойду домой. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что я вас немножко развлекла. Надеюсь, что вы получили какое-то удовольствие. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующем видео. Пока-пока-бай.